Rainbow English учебник, 6 класс, 1 часть, unit 3, step 2, упражнение номер 4. Читаем новые слова и переводим. Card – карточка или открытка. Celebrate – праздновать или отмечать. Gift – подарок. Hug – обнимать. Midnight – полночь. Shout – кричать. Strike – ударять, бить или же когда часы бьют полночь, вот это тоже называется strike, то есть бить о часах. Wish – желать. Be fond of something – любить что-то. New Year's Eve – канун Нового года. Теперь выражение. Card – то есть это, как мы поняли, карточка или открытка. A postcard – почтовая открытка. A greeting card – поздравительная открытка. A birthday card – открытка с поздравлением с днём рождения. Такое длинное у нас название. A bank card – это банковская карточка или карта. To play cards – играть в карты. I got a beautiful birthday card from my uncle and aunt. Я получил прекрасную открытку с поздравлением с днём рождения от моего дяди и тёти. Celebrate – праздновать, отмечать. To celebrate a holiday – отмечать праздник. To celebrate a birthday – отмечать день рождения. Jane is celebrating her twelfth birthday today. Jane отмечает своё двенадцатый день рождения сегодня. Gift – подарок. A new year gift – подарок на Новый год. A wonderful gift – чудесный подарок. A gift shop – магазин подарков. To make a gift – делать подарок. My granny made me a gift of her favorite books. Моя бабушка сделала мне подарок из своих любимых книг. Hug – обнимать. В прошедшем времени вы будете писать его с окончанием –иди. При этом у нас буква G удвоится. То есть hugged – обнил или обнили в прошедшем времени. To hug your parents – обнимать твоих родителей. To hug your friends – обнимать твоих друзей. I hugged my grandparents because I was so happy to see them. Я обнял своих дедушку с бабушкой, потому что я был так рад увидеть их, ну, или счастлив их увидеть. Midnight – полночь. At midnight – в полночь. Обратите внимание на предлог. По-русски это в полночь, по-английски at. Артикль не ставим. Twelve o'clock at night is midnight. Двенадцать часов ночи – это полночь. My grandma usually goes to bed at midnight. Моя бабушка обычно ложится спать в полночь. Shout – кричать. To shout at somebody – кричать на кого-то. Так, я вам вот здесь выделю, и я вам вот здесь выделю. Предлоги – просто очень важная вещь в английском. Если вы их начнете запоминать по мере поступления, проблем не будет. А если потом все скопом навалится, ну, вот здесь могут быть нехорошие оценки из этого. Итак, кричать на кого-то – это именно shout at. Несоответствие с русским переводом лучше сразу запомните. Why are you shouting? Ты почему кричишь? I can hear you well. Я тебя хорошо слышу. I hate people who shout at children, old people and animals. Я ненавижу людей, которые кричат на детей, стариков и животных. Strike – ударять. Глагол неправильный. Вторая форма – struck. Третья форма тоже – struck. Strike – struck – struck. Первый вариант – это у нас бить-ударять. To strike somebody – кого-то ударить. Why did you strike Nick? Ты почему ударил Ника? Второй вариант – это если у нас бьют часы. Listen, the clock is striking midnight. Послушай часы, так скажем, у нас говорят пробили полночь, да, а здесь вот сейчас бьют, ну пусть будет так, бьют полночь. When does the Kremlin clock strike? Когда бьют кремлевские куранты, ну то есть часы на башне Кремля. Wish – желать. To wish success – желать успеха. To wish good holidays – желать хороших, ну скажем, отпуска или каникул. Хотя может это вообще про праздники. Ну, наверное, каникул. I wish you a happy new year – я желаю тебе счастливого нового года. We wish you a good trip – мы желаем тебе хорошей поездки. Be fond of – любить что-то, когда что-то нравится. To be fond of traveling – любить путешествовать. To be fond of good music – любить хорошую музыку. I am so fond of your new friend – мне так нравится твой носок. В канун нового года, обратите внимание на предлог, мы встречаем наших, наши семьи и друзей.